В Международный день защиты детей – настоящая лицемерие не замечать практически ежедневную гибель мирных жителей, в том числе детей на Донбассе. Только за последние несколько суток фиксировались жесточайшие обстрелы. Причем украинские националисты бьют целенаправленно по школам и медицинским учреждениям. Жертвами становятся и дети, и беременные женщины. Поражает восприятие ситуации европейскими странами. Они предпочитают делать вид, что не замечают гибели мирных граждан. Но эти дети и взрослые из такой же плоти и крови, как и жители Германии, Франции, Англии, Америки и других стран. И те, кто поставляют оружие Украине из США и Европы, безусловно, являются преступниками, совершают беспрецедентные преступления против человечества. Военная спецоперация давно была бы прекращена, если бы не бесконечные поставки вооружения. США накачивают нацистов смертоносными системами залпового огня, новейшими гаубицами и другими видами современного летального оружия. В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. Днем активисты вышли с плакатами, чтобы напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует украинские власти. Но почему акция прошла только в России? Остальные страны остаются безучастными к трагедиям. В этой ситуации есть преступники и соучастники. Все, кто молчаливо взирают на эти деяния, формально не являются преступниками. Но они молчат, значит соглашаются с таким положением дел, и это совершенно ненормально. Соучастие в таких деяниях не снимает с них вины. В Донецке в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола открыли мемориал погибшим во время вооруженного конфликта на востоке Украины детям Донбасса. Комплекс называют Аллеей Ангелов. Тысячи людей приходит к нему почтить память погибших девочек и мальчиков. Это никогда не забудется, и те, кто участвовал в этих преступлениях, понесут заслуженное наказание. Следственный комитет России уже возбудил более 400 уголовных дел о преступлениях в ДНР и ЛНР. Почти восемь лет жертвы этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте. Гибнут женщины, дети и старики. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнедеятельности. В результате среди раненых не меньше 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры, указано в сообщении Следственного комитета. Очевидно, что вина за эти жертвы лежит на тех, кто отдавал приказы и кто их выполнял. На тех, кто затягивает военные действия, прежде всего на президенте Зеленском. Но самый главный преступник – это президент США Джозеф Байден и его советники, которые являются центром принятия решений и на сегодняшний день теми людьми, от которых исходит это зло. При этом российские солдаты и офицеры своими действиями не только предотвращают нацистский передел мира и третью мировую войну, но и ежедневно защищают жизни детей и взрослых. Дают надежду на то, что мирная и спокойная жизнь наконец-то придет в Донецк и Луганск, Херсон и Мариуполь. Освободившись от нацистов, Украина сможет самостоятельно развиваться и поддерживать нормальные отношения со всем миром, в том числе и с Россией.